Мы на месте. Мы приветствуем Александру. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, она доверит проверку. Отлично. Я даю команду скэнеру на счет 3, начинает проверку и сканирует пространство над головой Александры под ногами. Клетку тюрьмы становится ее заложником. 1, 2, 3. Она чистая, но у нее чип какой-то стоит. Чип? Да, я вижу его красный. Маячок? Да, оранжевым телем. Хорошо, сила моего намерения. Этот чип выходит, идет в клетку тюрьмы. 1, 2, 3. Готово. И на счет 3 выстраиваю канал от этого чипа к ответственному и где бы он не находился, притягиваю в клетку тюрьмы на счет 3. 1, 2, 3. Стоит в клетке. Это Грей. И от Грея выстраиваются каналы ко всем ответственным. 1, 2, 3. И все, кто связаны с Греем и с этим чипом, притягиваются в клетку тюрьмы. Да, будет так, а так и есть. Стоит в клетке. Второй Грей и рептилоид. И от рептилоида и Грея выстраивается еще один канал к ответственным. Ко всем остальным. И притягиваю их на счет 3 в клетку тюрьмы. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Никого нет. Они у нее дома. Они у нее дома. Хорошо. Вся конструкция в доме. Чип ей подключили. Понятно. Вы хотели проверить, насколько силен мой лазер и сделать ли он из вас из двух Греев 4 Грея? Нет, нет. Ничего такого. Как долго вы находитесь в этом биополе? 3-4 дня. Ночью подключили. Что она сделала неправильно? Почему подключились? Там портал или что там такое в квартире? Установка. Установка. Хорошо, как долго стоит эта установка в квартире? Год и два месяца. Понятно. Один год и два месяца. То есть, когда мы ее почистили, она пришла, вы увидели, она чистенькая и сразу ей засадили чип. Правильно я понимаю? Не сразу. Больно интересная энергия у нее. Понятно. Ну хорошо. Так, что вы установили? Где? В ее биополе. Только чип. Только чип. Никаких энергий, ничего не было больше, да? Ни амена? Нет. Хорошо. Давай, Грей, выходи сейчас, вытаскивай этот чип. Чип уже... Ах, он уже вытащен. Хорошо. Еще что-то осталось в ее биополе? Нет. Хорошо. Даю команду на контрольную проверку. Один, два, три. Пошла контрольная проверка. Скэнер проводит контрольную проверку. Все зеленые. Отлично. Подхожу к Александре, кладу руки на плечи и делаю импульс высокой абрационного шока удара, сжигая все каналы к интерферентам и чипу. Один, два, три. Удар. Готово. Хорошо. Все. Рептилоид Грей, я сейчас вас отправлю назад в квартиру. Через десять минут я приду. За это время вы должны собрать все, что вы оставили в этой квартире, отключить и дождаться меня. Я приду, открою вам портал первый раз. Не поняли. Если вы второй раз придете, вы уже никуда не уйдете. Первый раз я отпускаю. Понятно? Да. Хорошо. На счет три открывается портал в квартиру Александры. Один, два, три. И рептилоид с Грейми уходит в этот портал. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Давай заправим энергию Александры. Посмотри, пожалуйста, сколько нужной энергии и какая частая вибрация максимально комфортная. Триста пятьдесят и двадцать семь. И двадцать семь. На счет три в макушку головы Александры начинает поступать семь высоковибрационных потоков по триста пятьдесят процентов каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота и вибрации поднимаются до двадцати семи герц. Пошел подъем. У нас воздержание правильно используется. Он у нее в гармонии. Не расплескался. Аккуратный. Молодец. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Как вы себя чувствуете, Александра? Энергии чувствует она. Наполнение. Замечательно. Продолжайте работать, заправляйте себя энергиями, скидывайте негатив и ставьте себе защиту силой своего намерения, так как вы себе представляете. И ни одна сущность не сможет войти больше вас. Сейчас мы вас вернем назад в биополе и после этого приступим сразу к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Александры в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключаемся. Вот Александры и на счет три перемещаемся к ее квартире, входной двери. В фотографии ты видела. Один, два, три. Ты стоишь перед входной дверью. Я здесь. Готово. Хорошо. Кто у нас там? Арахноид. Арахноид. Хорошо. Рептилоид. Два грея. Рептилоид и два грея. Воронка. Черт. А как же. Одна воронка и черт. Какой черт? Считай цифры. Пять. Пятигерцовый. Хорошо. Под воронкой открывается портал в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Рептилоид. Вы успели все забрать? Да, сняли все. Хорошо. Вы готовы уходить и больше не приходите в эту квартиру? Все понятно? Да. Мы закроем просто все здесь. Вы не сможете зайти. Они это и показывают. Хорошо. И на счет три открывается наверху два портала против в часовой стрелки. Один на чистоте рептилоида. Один, два, три. Один на чистоте греев. Грей забирает все, что они с собой принесли и уходит на свою чистоту, в свой портал. Рептилоид забирает все, что он с собой принес и уходит в свой портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Арахноид. Прошу тебя выйти, собрать всю свою паутину, все свое наследство. Вернуться в клетку и доложить мне о готовности к проверке. Приступай. Он побежал. На балкон побежал. Ну вот и балкон меня там настораживал, когда я смотрел, да. У него паутина потолок и окна балкона связает. Арахноид, как долго ты находился в этой квартире? На это время нужно. Два года. Два года. Хорошо. Собирай все. Ничего не забывай. Докладывай о готовности к проверке. Проверять буду все и сжигать. Да, он все собрал. Хорошо, арахноид. Я все буду закрывать в этой квартире. Ты сюда больше не зайдешь. Найди себе новое место обитания. Тебе все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Ну что, черт? Ты догадываешься, почему мы пришли? Чистить пришел. Нет. Кот Филя и кошка Рада пожаловались на то, что ты их мучаешь. Ну что, я мучаю. Я люблю кошек. Он держит такую палочку и на палочке, как меховая игрушка такая привязанная, и он играет ей с кошками. Хорошо. Я сейчас спрошу кошек, любят ли они с тобой играться. И если я замечу на них носочки или какие-то твои энергии. Подожди, подожди. Ты знаешь, чем это закончится для тебя? Конечно, есть мои энергии, не только на кошках. Вот. Я тебе даю команду, выходи сейчас из клетки, собирая все свои комочки, одеялки, все полностью собирая. Ничего не забывай. Если что-то на детях, если ты оставил что-то на детях, я присканирую. Там нет детей. Хорошо. Нет детей. Только кошки. Удой кошки. Хорошо. Хорошо. И возвращайся в клетку. Много у него в каждой комнате. В ванне. Сколько ты там сидел в квартире, черт? Пять лет хозяйничаю. Пять лет. А как ты зашел? Я сюда выхожу. Портал? Два. Два портала. Хорошо. Потом их закроем. Все собрал. Хорошо. Я даю команду на счет три. Появляется тонкая копия кота Фили. Один, два, три. И котик стоит перед нами. Есть. Хорошо. Филя, как ты себя чувствуешь? Обижает тебя кто-то? Ему жарко от черта. Понятно. Включаю. Филя. Внутренний белый свет. Один, два, три. И Филя выдавливает из себя все негативные и патогенные низковибрационные энергии, находящиеся на чистоте черта. Один, два, три. Все его подключки выходят. Все собирается в шар. А, Филя проглотил этот комок красный. Он проглотил? Черт, что раскидал. Понятно. И на счет три этот комок выходит из его горла. Летит в общий большой шар. Готов. Отлично. Черт, забираешь свою энергию? Да. Отправляю ему. Хорошо. Филя, скажи мне, что тебя мучает? Чего ты нападаешь на кошку Раду? Ревнует. Да ты что? Хозяйке ревнует. Водка. А как этого избежать, Филя? Смотри, мы тебя сейчас почистили. Давай, сейчас тебя заправим энергией. Значит, три в макушку головы Филя начинает поступать столько энергии, сколько ему комфортно. И частота его вибраций поднимается до здорового уровня. Один, два, три. Пошли энергии и вибрации. Ему кажется, что ее вкуснее кормят. Нет, Филя, ты ошибаешься. Ну, как ты можешь так думать? Хозяйка любит и тебя, и Раду. Ты должен просто ей дарить любовь назад. А ты устраиваешь такие скандалы. Это некрасиво. Ты же красивый, интеллигентный кот. У них женские энергии, они сговорились. Это неправда. Это неправда. Тебя любят больше всех, чтоб ты был в курсе. Ты же мужчина в семье, в хозяин. Ты же там находишься. Это ему говорить надо. Да, вот надо говорить хозяйке. Пусть хозяйка говорит Филе, что он хозяин этого дома. Что он должен его охранять. И он там очень важная персона. Правильно, Филя? Правильно. Хорошо, она будет это делать. А ты должен, в свою очередь, показать свою любовь. Как и к Розе. Она получает точно такой же корм, как и ты. Так и к своей хозяйке. Рада. Эй, прошу прощения, Рада. Да, к Раде и к хозяйке. Раду охранять надо. Абсолютно верно. Охраняй Раду, охраняй дом. Ты в этой квартире главный. Сейчас черта я заберу, и никто тебя больше... Это нравится ему. Вот, и никто больше тебя не будет беспокоить. Мы договорились с тобой, Филя? Да, если она будет говорить, что он главный. Обязательно она будет с сегодняшнего дня говорить, что ты самый главный в этой семье. Договорились. Все, в этом доме. Ты хозяин вообще этого дома. Я тебе это подтверждаю. Это нравится. Отлично. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Филя в систему биоробот-душа. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И, значит, три, притягиваю тонкую копию кошки Рады. Один, два, три. И Рада стоит перед нами. Да, есть. Она в этих энергиях тоже. Посмотри. Да, она лапами перебирает. Хорошо. И я включаю Раде внутренний белый свет. И, значит, три, один, два, три. И Рада выдавливает из себя все негативные и патогенные низковибрационные энергии, находящиеся на всех ее тонких телах. Один, два, три. Все подключки. Все эти энергии. Все это выходит и формируется перед ней в шар. А знаешь, они как липкие какие-то. Она ногами перебирает, а отделается, как в жвачку попало. Тянется за ней, она отделаться не может. Хорошо. Даю Раде столько энергии, сколько необходимо. Значит, три, один, два, три. Все выходит. Да, будет так, а так и есть. И она устает от этого. Понятно. Готово. Шар большой? Ну, маленький мячик. Хорошо. Черт, забираешь? Забирает. Отправляет черту. Хорошо. Его технология, жвачка такая. Понятно. Она топчется на месте и постоянно чем-то занята, да? Не может найти покоя. Она хочет отделаться от этого, теряет много сил на этом. Конечно, теряет на этом энергию. Вот это технология черта. Хорошо. Так, Рада, как ты себя чувствуешь сейчас? Давай мы тебя заправим энергиями. Я даю команду на счет три. В макушку головы Рады начинает поступать столько количества энергии, сколько ей максимально комфортно. Один, два, три. Количество ее, чистота вибраций поднимается до необходимого уровня. Слово идет кошачья энергия. И кошачья энергия. Открывается портал. Один, два, три. Пошли, кошачья энергия. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Рада. Как ты себя чувствуешь? Ей нужны эти кошачьи энергии. Они в ней какой-то баланс внутри делают. Как стержень, а не тени. Ну и как ей получать эти энергии? Это хозяйка должна делать или как? Она может делать, да. Хорошо. Эта энергия называется кошачья энергия. Мы просим Александру принять этого внимания. Она может как и себя заправлять, точно так же и своих животных. Показывает эта кошка, что Александр лежит на кровати в таком полусидячем состоянии. И Рада к ней прибегает на живот, садится, где руки, под руки, лезет, и она просит этой кошачьей энергии. Намеренем. Не руками, намеренем. Просто этим кошка просит, когда к ней прибегает. А, теперь понял. Она просит кошачьей энергии. Теперь Александра понимает. Хорошо. Рада, скажи мне, у тебя что-то болит? Она беспокоит, она как пустая без этих энергий. Хорошо. Стержень ей нужно наполнить, чтобы она в гармонии была. И наполняется. Иначе она беспокоится. Хорошо. Мы уже наполнили. Наполнили стержень. Хорошо. Стержень Александра должна наполнять кошачьей энергией. Кошки Рады. Сейчас у тебя все хорошо. Ты ничего не хочешь передать хозяйке? Попросить, может, какое-то другое тебе еду хочется? Нет, ее вкусно. Все, она облизывается. Понятно. Отлично. Хорошо. Хозяйка тебя любит. Вот, Филя теперь будет главным в этом доме. Он уже не будет так нервничать. И будет с тобой общаться. Он нам пообещал очень корректно, как джентльмен. Поняла? Он согласен. Отлично. Хорошо. Будем возвращать тебя назад. И для усвоения энергии вибраций возвращаем кошку Раду в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, к каждой клеточке, к каждой изделеньки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом, и энергетическими тонкими телами. Она может долго спать. Пусть хозяйка не удивляется. А она любит спать, да? После чистки она может долго спать. Хорошо. Хозяйка слышала. Она может восстанавливаться. Ей для этого нужно время. Отлично. Хорошо. Черт, все собрал. Ну, давай, черт, пошли по квартире, показывай мне порталы. Мы будем их закрывать. У нее прямо в комнате порталы. Посередине? Ну, почти, да. Хорошо. Под этим порталом внизу открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом портал уходит, все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Поехали дальше. Поехали дальше. Идем дальше. Дверь на балкон. Вгонит у нее. И под дверью на балконе открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом портал уходит все наночастицы. Все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрывая, печатаем, растворяем. Идем дальше. Ванная. А стена, где раковина. И под этой стеной, где раковина, внизу открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом портал уходит все наночастицы портала. Все наночастицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Все. Все. Хорошо. Возвращаемся к клетке. Один, два, три. Хорошо, черт. Я еще сейчас решил собрать всю негативную энергию. Думаю, не хочешь ли ты попросить меня ее забрать с собой? Обидеть не будешь? Нет. Да, хочу. Хорошо, я даю команду. Вот космически наматывается ее энергия, Александра. Платиновая. Вот как? Ну, плюс к другим. Потому что здесь и рептилоидные. Понятно. Убираем все лишнее. А в другой слезы, эмоции, негативные мысли. Готово. Под космическим открываю портал в галактическое дро. Он уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатаю, растворяю. И этот большой шар забираешь, черт? Забирает. Отправляю черту. Доволен он. Хорошо, больше в эту квартиру не приходи, я буду все здесь запечатывать. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. Черт уходит на свою частоту, закрывая, опечатая, растворяя. С того, гоня пентаграмма. Готово. Отлично.